Значит, у нас было предложено, чтобы кто имеет желание поделиться свидетельством об обращении, предоставить место. Поэтому сейчас мы послушаем брата Диму. Он поделится своим свидетельством, а вы пока можете вспомнить и передать записочки с вопросами. Братья, меня зовут Дима, я из Купенской церкви. И желание было у меня поделиться свидетельством об обращении с Божьей помощью, постараюсь. Ну, родился я в Сибири, и сразу с первых... Вачинский, Красноярский край, и с первых дней жизни был подвергнут, в общем-то, влиянию... В общем, было у меня заболевание, и родители обратились к бабке, и сразу я на первом месяце уже жизни своей получил зависимость. Вот. Но переехали мы на Украину, мне было три года, естественно, окружение неверующее. И семья у меня хорошая, но грех делает свое дело, и родители увлеклись алкоголем, и это сильно начало со временем все больше и больше разрушать семью. И когда я подрастал, то у меня протест такой возникал внутренний, что я не понимал, как так можно жить, и не хотел смиряться с тем, что так вот катится семья моя. И в 16 лет, 10 классов я окончил, в 11-й не стал я учиться, уехал подальше от семьи в Россию учиться. И до 16 лет я не употреблял алкоголя, ни сигарет, ничего такого, старался спортом заниматься. Ну, попав в техникум, в общем-то, в первый же день знакомства предложили взрослые ребята по старше курсам за знакомство выпить. Какое-то, ну, оказалось, что у меня внутреннее желание было такое, вот, вкусить этот плод. И, ну, помню, что стакан водки мне тогда предложили, я был рад, когда, или долез домой, ну, в комнату свою. Казалось мне, что это вот свобода, которую я искал. Ну, впоследствии немного прошло, прошло лет 5, когда я, ну, дошел до такого состояния, что, когда пришла моя знакомая, у меня тряслись руки, потому что со страшного запоя был. И я умолял ее, чтобы она мне купила бутылку пива, и когда она принесла, я сразу, ну, выпил такой вот, ну, до такого докатился. Это было недолго, 5 лет прошло. Вернусь немного. В то же время я увлекся тяжелой музыкой. И тоже протест свой выражал такой, против такого, что видел в мире, своей внешностью. Длинные волосы и, ну, движение такое, вот, сейчас можно много встретить таких людей, которые, ну, неформальные такие течения. И это углубленное было поклонение, можно сказать, потому что увлекся очень музыкой, и играли мы. Ну, это, естественно, сопряжено с чем? Алкоголь, наркотики. И, ну, жизнь, в общем-то, совсем распутная такая. И в то же время познакомился я с единомышленницей, которая стала моей женой тоже, но женой мне 19 лет, ей 18, мы не приспособлены к жизни. Нас только вот это вот, вот это вот соединяет, только такая вот жизнь. Вот, и, ну, естественно, наш брак распался, и осталась девочка в России с женой, и там до сих пор так все и не ладится. Вот, ну, а у меня в это же время я увидел, что в сознании яркая мысль возникла в это время. Покончить жизнь самоубийством, потому что, ну, как-то, ну, жизнь просто не понимал я, для чего жить. И впоследствии, через несколько времени, ну, как у меня есть способности, были и тогда писать тексты, и такая проповедь у меня была о самоубийстве, можно сказать, и через тексты. То есть, так вот, вот такая вот жизнь происходила, алкоголь, движения такие вот приводили, и, в общем-то, ну, связь с оккультизмом не такая, что вот, ну, именно специально что-то, что-то искать. Ну, интересно было, ну, то есть, лукавый пытался всячески углубить меня и погубить. И... Как ты, говоришь, писал тексты самоубийства? Ну, да, стихотворения писал, смысл которых, ну, призывал к самоубийству. Ну, вот так вот. Потому что я сам этим жил, и, ну, были у меня мысли, я, ну, задумывался, как это сделать. То ли это в ванной сделать, то ли, ну, порезать вен, то ли, или еще что-то, что-то. В общем, такое. Смысла в жизни я не находил, мне казалось, это лучший выход. И, в общем-то, ну, один фрагмент из такой вот жизни неформальной, что такая вот, как вот, есть много грязных праздников. Ну, один известный есть праздник, когда, может, знаете, тыквы, вот, ну, Хэлловин, да, он называется. Ну, оно часто и не по незнанию, но Лукавый уже руководит всем этим действием. И мы с друзьями, помню, что в этот день очень сильно напились и измазались черными красками, оделись в женские какие-то тряпки, вышли на улицу и поздравляли всех с праздником этим. Ну, это один из этих страшных таких моментов. Можно очень много приводить, но не буду. Еще Лукавый попытался меня уничтожить еще раз. То есть, когда я в Харькове работал, получилось, что тоже сильно мы напились. Я работал на одной работе и зарплату получил. Двоем мы там с другом, в общем, так загуляли, что я, ну, это была зима. Я в безознательном состоянии очнулся в Харькове ночью в неизвестном районе, вот, ну, как так вот, в кофте и в штанах. Грязный, зима на улице. Просто было не холодно тогда, ну, может, ноль или как. Я помню, что вот незнакомый район. Я, ну, стою, падаю, стою, падаю, не знаю, куда идти. Увидел машину, ну, свет. Ну, я, конечно же, мне все равно было, милиция, не милиция, мне жить, ну, как бы, вот, хотелось. И добрался водитель, у меня пять рублей, оказывается, было в заднем кармане, и водитель, я сказал, адрес, он меня отвез, Бог меня помиловал. И, ну, когда я утром очнулся, то, ну, документы пропали, одежда та, которая была и не моя, я в ней выходил, нету. И сатана с новой силой очень сильно меня, мне начал внушать, зачем тебе эта жизнь. Семьи нету. И, ну, мысль была, просто, вот, спрыгнуть с высокого здания, и все. Но у меня, ну, возникали просто такие, ну, вопросы. Неужели вот это такая жизнь? Ну, эти вопросы, в общем-то, меня вытягивали. И, когда я приехал в Купенск, то устроился на работу, и встретил там будущую жену мою, которая сейчас, моя жена, у нее дедушка верующий. Я до этого ни разу не сталкивался с верующими, был раз, одна встреча, ну, это не с нашей, ну, не с братства, и он, человек, ничего, мне, ну, как, не коснулось сердца, ничего, общения с этим человеком. А когда я с ней, ну, она пришла, привел ее отец в магазин, и я, как, знаете, любовь с первого взгляда, я, ну, влюбился в нее, и начал, ну, ухаживать за ней. А она начала, ну, так вот, держать меня на расстоянии, и начала употреблять такое имя, как Бог, вот. И я впервые столкнулся с, хотя она, ну, не верующая, но знает, столкнулся с понятием святость, вот. И очень меня это сильно взбудоражило, и в то же время был сильно, ну, это, как бы, вот, нападал. Ну, там она рассказывала, есть верующие, я говорю, так если есть верующие святые, ты что здесь делаешь? Ну, то есть так вот, что ж ты? И, ну, у меня возникло в тот момент желание прочитать Библию. И через короткое время Господь все это видел, и по соседству, соседняя организация, двор у нас был, появился верующий брат в этой соседней организации. Ну, я захожу там в раздевалку, сидит там, ну, читает Библию, интересно стало мне. Ведет себя не так, как мы, удаляется от зла, тихую жизнь проводит, в наколках такой вот, ну, и так слухи пошли, что это, ну, верующий человек. И потом он начал мне свидетельствовать. Я сильно противился, и ему говорил, что я знаю, как жить, я православный, вот, не надо мне. Хотя внутри знал, вот, ну, не то, что знал, я чувствовал, что он прав. Потому что Слово Божие, оно мне в сердце проникло, и уже я не мог, ну, ничего, его, никак ему противостать, этому Слову. И он когда-то пригласил меня на свой день рождения. Но я не пошел на его день рождения, а он мне в свой день рождения подарил свою Библию. И я тогда, получилось, что рядом жил, начал читать дома. Начал удаляться немного от того компании, начал читать. И помню, как первые разы начал, вот, ложусь, один я жил тогда в квартире однокомнатной, ложусь спать, а у меня мысль, а помолись, вот, перед сном. Меня никто этому не учил, но так вот лежу, думаю, ну, что молиться. А вот и такая мысль, да что тебе, приложи старания, возьми, помолись. Встал, помолился, лег, ну, так, просто на ночь. Потом прошло какое-то время, опять, короткое время, опять у меня мысль, ложусь, у меня вот, ну, такая вот, как вот близость, ну, Божия, я понимаю, что. И мысль возникла, ну, как-то испытать, что есть ли Бог или Его нету. И я так, ну, выключен свет в квартире, ну, и по-детски, так вот глаза зажмурил, и к Богу так вот возвал, ну, если ты есть, Боже, ты сделай так, чтобы свет включился в квартире. Ну, то есть такой по-детски. Ну, и сам же зажмуренные глаза, и мне стало страшно от того, что я через зажмуренные глаза, вот, как свет, и мне страшно их открыть. Потому что, думаю, если я открою, то я, ну, не знаю, что я увижу. Но я открыл, и горит свет. Друзья, ну, тут такой момент, у меня там заедал этот самый выключатель, и он, бывало, включался, но именно в тот момент это дало мне уверенность, потому что, ну, иначе, как не Бог, это не было. Потому что именно в тот момент, когда я так вот возвал, управил Господь это мыслями, и как раз в этот момент все так произошло. То есть я получил веру в живого Бога. И потом, через короткое время, дома, уже я прочитал, «Приди домой», потом, ну, «Изберите жизнь вечную» прочитал, и понял, что мне нужно каяться. И дома я помолился, покаялся со слезами, покаялся, получил облегчение. Тогда было дело перед свадьбой. А, и в собрание получилось так, что я не собирался идти в собрание, был возле собрания там рынок у нас, и брат как раз этот, который со мной разговаривал, мимо шел в воскресенье как раз на собрание. И он меня с собой взял, и в первое же собрание, Бог меня касался, но я покаялся в третье воскресенье, покаялся. И вечером, ну, поделился с будущей своей супругой тем, что я покаялся. Она рада, говорит, за тебя. Вечером, говорю, пошли на собрание. А она, нет, не пойду. И меня лукавый опять обманул. Он обманул меня, что сказал, когда пойдет она первая, и ты пойдешь. И все, и я отпал сразу же, после первого раза. То есть связанность настолько была сильна. И потом это уже свидетельствует жена. Год прошел. В этот год я приходил с работы, и у меня всегда, всегда я открывал Библию. Но я этого практически не помню. У меня как закрыто было. Вот она говорит такое вот, что вот я говорю, это, ну, ты ложишься спать, я всегда убираю Библию. Она всегда открыта. Я ее всегда убираю и ставлю. Открыто я убираю ее и ставлю. Я ее, ну, вот так вот, вот так вот, как закрыто. И пустота этот год была такая, просто опустошенность. Я ходил как просто, вот, не знаю, пустой. И через год, практически ровно через год, на работу мне позвонили и сказали, твоя жена в реанимации. Тогда это очень неожиданно произошло. И тогда, ну, когда мне это сказали, я понял, что это Бог. Я понял, что жизнь человека, жизнь человека, она в руке Божьей и в его власти. Или прервать жизнь, или же продлить. И тогда я и дома раскаялся, и с тех пор пошел на собрание, и с тех пор, слава Богу, посещаю собрание. А через время и жена покаялась, через полгода. И, ну, братья, еще такой один момент хотел я подчеркнуть. Вот эта вот вся, вся эта связь с оккультизмом, с этими всеми, она очень тяжело от нее освобождаться. До крещения исповедание было, там еще исповедание было, крещение принял. И еще несколько долго времени, вот, такое состояние было, нет уверенности во спасении, уныние, и такое мрачное, все-все. Пока я просто хочу засвидетельствовать, что глубокое исповедание, оно, вот, помогает. И когда, ну, вот, Виктор Кузьмич, с ним провели служение, такое очень подробно все, то, ну, Христос мне исцелил. И так вот, ну, я благодарен Богу, что Он так вот собирает, собирает до кучи, развязывает узлы, которые в жизни завязаны были, и исцеляет, и еще, еще и являет милость в том, что, ну, дает и служить Святому Богу. Слава Ему за все. Аминь. Аминь. И помолись, и помолись за свою жену.